Вместе, где будет печь, выкладываем пол и стену традиционной английской викторианской плиткой. Состоит она из отдельных геометричных элементов. Но поскольку они не наклеены на сетку, то из них можно создавать свои формы, сочетание цветов и делать свою толщину шва. Цвета и раскладка нашего ковра типично английские. Рисунок при этом выглядит объемно, а главное, он не стирается. И на ощупь плитка будто бархатная. И снова начинаем от печки. Но сначала дымоход. Внутри отверстие для трубы закрываем защитной накладкой. И как конструктор собираем саму трубу. Печь у нас красавица. Чугунная, в красной эмали, да еще с драконами. В цвет печи и внутренняя труба дымохода. Установить печь несложно и ухаживать за ней легко. Зольник у нее глубокий, чистить надо нечасто. Радует, что печь безопасна. Можно заложить дрова и спокойно уйти. У печки есть катализатор, значит все сгорит дотла. Подбрасывать дрова через верхнюю крышку удобно. А на боковых полочках удобно сушить мокрые варежки. Мы отказались от традиционного для английской гостиной камина в пользу чугунной печки. Это дровяная печь длительного горения. Двух закладок дров хватает на сутки. Очень экономно. Печь небольшая, но очень мощная. Она быстро прогреет такую комнату, как у нас, и помещение в 250 квадратных метров. Можно будет любоваться пламенем. А еще она добавила наши гостиные цвета. А сейчас давайте вернемся к печке. Ведь на ней можно и готовить. Влад Пескунов опробует ее возможности. Сегодня буду готовить жаркое из говядины с печеным картофелем. И делать его буду вот в этой замечательной печи. Но прежде чем начать жарить мясо, я помещу картофель в зольник, чтобы он запекался. Тем временем печь разогрелась, можно ставить в нее мясо. Помидорки и фиолетовый лук станут украшением блюда. Но сначала я их обжарю. Все ингредиенты почти готовы. Осталось объединить их вместе и довести уже до окончательной готовности. Жаркое из говядины с картофелем, запеченное в дровяной печи. Необыкновенно ароматное, очень вкусное и сытное блюдо. Приятного аппетита! Ничего себе! Кстати, вот такая печь, да. Ничего себе! А это, как просил Егор, я так понимаю. Одновременно и печь, и камин. Ага. Нравится плитка еще, которая обрамляет, прям очень красиво. Очень стильно. Плитка тоже, кстати, в английском стиле, викторианская. Мы теперь знаем, где мы отмечать будем Новый год.